Ворона нашла гриб на пеньке и его ест. Один уже склевали. Виноград собирает. Каждый находит себе еду по вкусу. Как другие едят, можно наблюдать долго. Но и все лучше самому есть. Сколько дней вы уже смотрите на эту вышивку? Две недели. Это была красота? Безусловно. Мастер вышивал? Ну, я думаю, что да. Мулине помните, по какой цене было? Нет, не помню. Я 1956 года. Но дома у мамы очень много. Еще до сих пор лежит этого мулине теневого. Это сколько тонов здесь, да? Это не китайские, это все-таки советские. Ну, тут, по-моему, вместе. И то, и другое. Ну, я думаю, что это все-таки старая штуковина. Я не согласен с вами, что здесь... Это какой-то бабули, которой, наверное, уже нет в живых. А все выбрасывают эти вещи. Пожелайте молодежи, которые не умеют вышивать гладью. Я должна вам сказать, что молодежь сейчас поворачивается лицом ко всем этим искусствам. Валяние, вышивка гладью, крестиком, ну и многое другое. Так что я не могу сказать, что молодежь равнодушна. Все-таки есть люди, которые что-то умеют. Безусловно, да. Так, вы уже в перчатках, уже холодно? А это у меня такое... У меня нужно трудить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Давай мячик. Ну, умнейшая собака. Ходил? Сейчас он прыгнуть надо, чтобы он прыгнул. Научите вы его? А я его не учила. Он сам знает все, да? Он мне телефон приносит. Вот такие... А как он к вам попал? Папочки. Как он к вам попал? Как попал? А попал случайно. Дочка приехала во двор помыть машину. И получилось так, что она открывала ворота, а потом приходит садиться, а под колесом под передним сидит маленький. Вот этот? Месяца три, наверное, ему было. Давай мячик мне. Рэм, давай мячик мне. Мячик давай. Давай, давай. Не надо мне палочку, я мячик хочу. Давай. Давай мячик. И так он к вам попал? И вот так вот он ко мне попал. Она говорит, мама, давай покупай, и мы покормим его. Давай. Покупали, помыли. И теперь он... Покормили. Теперь он носит тапочки. И вот, и тапочки приносит, и мячики, всякие игрушки свои приносит. Колесо у него есть любимое. Это у нас конечная остановка, девятки там всего остального. Сейчас я прохожу мимо детской площадки, а еще более мимо я прошел, мимо медицинского там кабинета. На дверях написано объявление. Плогопед принимает 150 гривен 30 минут. Такая фикция мне не нужна. О, улица, улица. Ну, а вот это у нас домик для голубей. Есть еще в Заборожье люди, которые занимаются голубями. Не бросили это дело. Вот этот один грустный сидит. Еще не выпустили. Помню рассказ в Одесском дворике. В Одесский дворик зашли режиссеры, кинооператоры. И увидели такую картину. Вот здесь и будем снимать. Это не Одесса, это Запорожье. Но красиво. Мне нравится. А вот это я нашел, идя, сдавая. Чтобы сдать раскладушку, такую и яву. Да уж. Хотел я сегодня поехать в плодородие за яблоками. Если бы я поехал за яблоками, я бы не увидел вот эту яву, которая бегает по нашим запорожским дорогам. Я надеюсь, еще будем бегать. Зимой я с Валентином Ивановичем заходил сюда. В Казачий дозор, ресторан. Решил зайти и сейчас. И закончить на этом утреннее мое видео. Парохода нет. Злые собаки без привязи. Ну, хотя бы один раз написали. Добрые собаки. Вот такой вид. И сейчас повернем за поворот. Вы предупреждали, Миша, тебя, собаки злые. А что здесь злым собакам делать? Вы еще со мной ходите? Поглядьте. Вот такой листок. Вы видите, встрял и стоит. Еще не вся листва опала. И эту картину мы пока не можем углядеть красиво. Вот такие казаки были. С бандурой. Вот такие цвета. Вот так Миша заканчивает видео. Говорите там. Не интересно, не интересно. Вот такие казаки. Вот такой был ресторан. Это скорее всего, наверное, был все-таки фонтан. Или какой-то водоем. Текай, Миша, отсюда быстренько. Мы сделаем еще пару кадров. Как я в прошлый раз говорил, я не трус, но я боюсь. Посмотрим черепица. Вчера я черепицу видел с твердым знаком. А сегодня мы черепицу видим без твердого знака. Все, это не старая черепица. Вот где вы побывали. И Миша побывал. Как говорила Ирина Петровна мне, молодец. Уходим. Отсюда. Вот такая картина. Все-таки надо обрезать деревья. И чтобы картину эту было видно целиком. Миша с божьей помощью. Вот кто он, кто он, кто он, кто он, кто он. Аааа, вы заметили, кто нас встретил? Я молодец. Все-таки это был хазан. Слышали? По крайней мере, крылья вы... Крылья, как махали, вы услышали. Лебедей я не видел, как они... Летают. Один раз видел лебедя летящего. Ох, Миша. Ох, Миша. Мог бы и уронить камеру. Ха! Жигит. Выходим, выходим. Нас впереди ждут злые собаки. Вот так. Вот так. Ну что. В прошлый раз вот тут белочка бегала. Итак. Леди джентльмены, которым не нравятся или нравятся мои видео. Вы побывали со мной сегодня. 5 ноября. С утра. А вон и белочка, ребятки. Вон белочка. Вон она, вон она, вон она. Вон она, вон она. Вон она. Стой. Вот она, ребятки. Что нас тут еще ждет, неизвестно. Ну, белочка, вот она. Рюкзак немножко мне давит. Вот и там хвостом машешь. Боится людей. Правильно делает. Ну что, прыгай давай, под люка. Вот ты за нее не угонишься. Вот она. Вот она. На ней есть на этом все. Человека бы мне здесь не встретить. Какого-нибудь такого. Без денег. Не хотел я доставать еще раз камеру. Но эту красоту надо заснять. Это краски по сине. И зрители говорят, что у меня скучный видеоканал. А вот тут меня привезли к палисаднику, который, это, как они называются, хризантемы. Да, да. А смотри, какая юка. Пока, покажите, 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 покажите. Ты блогером заделался? Мне извините, вы не подписаны на мой видеоканал. Это пальма. Это не пальма, это юка. А как это? Откуда? Это штат Юта или юка? Это юка. Это юка. И получается, что такой нигде нет. Она у нас вот такая. Мы ее любим. И она вот это за два года выросла. А сидела маленькая-маленькая. Вот это. Вон, посмотри, камень Стас привез. Это носорог называется. Не вижу. А, вот это. Вижу, вижу, вижу. Это камень-носорог. Стоять, стоять, стоять. Что еще у вас? А вот это кто вязал? Не знаю, кто-то принес. Кто-то принес. Это кактус. Ну да. По-моему, так, цветущий кактус. А вот этот плетень я делала. Так, не кажется ли вам, что вы рукодельница, мастерица? Ну, конечно. По книге или самостоятельно, руками? Самостоятельно. А где вы взяли эту лозу или как она там называется? А это мне мальчик, я говорила, что срубывать, и он мне делал. Хочешь посмотреть мой подъезд? Подождите, 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 подождите. Я вот этого ослика. Это ослик или кто? Это какой-то... Это тоже они вклиниваются в вашу красоту? Да. Там, по-моему, дети. А вот смотри, какие лесные чучела. Видишь, с носиком. А я вижу, вижу. Это шляпа, мне нравится шляпа. Это настоящий жемчуг? Ну, конечно. Обалдеть, поддельного мы ничего не лажим. Нет, конечно. У вас была в детстве лошадка? Я не помню. Самосвал? Ну, я девочка. Обалдеть. Кукла какая была? Мальвина? Нет, тогда мальвина еще не было. У меня был самосвал, он трещал на всю улицу. Так, идем в подъезд. Иди сюда еще. Стоять, стоять. Я не такой вот этот букет вчера подвязала. Ходить не надо в этот самый ботанический сад. У вас тут все рядом. Ага. Красота? Вы гордитесь? Конечно. Это ж я выращиваю. И мне все соседи помогают. Я просто старшая подъезда. Взяли, да назначили. Это форпост для детей? Да. Радуга. Все-таки хорошо? Это лавочки, смотри, какие красивые. А, и цветочек красивый. А цветочек это когда я подвязывала, обломался. Сейчас домой заберу вазочку. Красиво. Я всегда хотел сфотографировать вот этот солнышко и все остальное. А ну еще шоунису, да. Показывать меня. Бревно. Бревно. Такого нету? Ай. Вместо заборчика у меня бревно. Вы дизайнер или как это? Как это вас назвать? Или просто для души? Для души. Тут цветочки с одной стороны. Так, теперь я знаю, куда что нести, если я найду. Вы говорите. Да, 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 неси все. Мне все все несут. Одни несут, другие забирают, но не важно. Так, вы хотели мне указать подъезд? Пошли. Я хотел закончить видео. Заходи. Заходи. Так, так, так. Начинается. Ой, подождите, мне надо, наверное, поставить другие. Ага. Ага. Это в Ербаре этого года? Конечно. Там натуральный продукт. Да. Не, 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 я проводку. Так, 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 так. А, не, давайте подышать. Пахнет летом. Да. А там что за голубое такое? Да динтон-динтурат. Это просто подкрашенная водичка такая. А это оберег вашего подъезда? Да, не только это. У нас еще есть оберег. Вот с этой стороны. Кому идея пришла сделать такую красоту вообще? Мне, конечно. Мне, конечно. Так, здесь пишут что? Здесь. Давай. Кто хочет, тот пишет. Нет, это у нас платежечки. Так, ну, кто-то сам делал. Своими руками. Да. А это тоже кто-то рисовал. Это у нас такой стиль. Это не бахтисарайский фонтан, или как называется? Или что-то с Крымом связано, вот тот. Вот это? Да. Нет, это просто игрушка. А это летом принесли этот букет, я его в вазу поставила. Так, вы не скучаете? В жизни. Нет. 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 Ну, иди дальше. Как это называется? Матер. Своими руками сделал кто-то это самое. У вас там англевый подъезд? Да. Здесь. Ну, это я к картинке вешала, это наша доска объявлений. А это я с Хадуса Бослы еще привезла. Откуда, откуда? С Хадуса Бослы. Что это такое? В Венгрия. Там была горячая источник, я на семинары ездила. Прайна Трейси смотрела. Прайна Трейси. Ну, то есть, вы такие слова говорите, что я... Вот у нас зеркало, бабочки летают. Это была песня такая, по-моему, бабочки летают. И что, еще дальше, что ли? Конечно. Ну, это, по-моему, извините, очень древняя. Это мой папа делал эти картины, он на мебельной фабрике работал. Я потом сейчас скажу два слова. Я два слова скажу. Право. А это я вот такой вот кошечек наклеила, когда тут в подъезде сделала ремонт. У нас в доме, в нашем первом подъезде был ремонт. Сейчас уже делают и в других подъездах. Но это я сочинила. Оранжевенькое, серенькое. Вы хотите сказать, что-то до девятого этажа или на каком-то останавливается красота? До какого этажа доходят? Иди сюда. Это еще не текет? Нет, не текет. Вы делаете из этого кактуса текилу? Нет, не делаю текилу. Это у меня там кладовочка на том балконе. И это я такое окошко сделала. То есть, а вас не накажут за то, что вы своевольно что-то такое делаете? А я там от голубей убрала мусор, сделала сеточку и поставила полочки. И там у меня консервация. Все своими руками. Вы выдали свою помощь. Я старшая подъезда. Кто меня накажет? Понял. Мы спускаемся вниз? Да. Я надеюсь, что я больше никого не встречу. И больше ничего не буду снимать. На этом я точно вроде бы заканчивал видео. Хэллоуин прошел. Да, здравствует Хэллоуин.